В начале 2011 года по арабскому миру прокатилась волна народных волнений, которая охватила и Йемен. Под нажимом граждан там сменилась власть. Они потребовали ухода президента Али Абдул-Исалиха, правившего страной больше 30 лет. Позднее, в том же году, при посредничестве ООН в стране произошла мирная передача власти правительству национального единства. Однако переходный процесс забуксовал из-за действий всех сторон, и в конце 2014 года мятежники Хуситы захватили столицу Сану. Конфликт вновь накалился в марте 2015 года, когда нынешний президент Йемена Мансур Хади запросил военную поддержку у коалиции во главе Саудовской Аравии. Последовали авиаудары по хуситским целям на территории Йемена, и страна погрузилась в мрак запутанной гражданской войны. 45-летний Наджиб Хасан вместе с семьей первым почувствовал на себе эту трагедию. Наджиб родом из провинции Таиз. Он пытается содержать четверых детей, жену и двух ее родственников. Увертываясь от бомб и пуль, он собирает и продает пустые банки и бутылки, чтобы прокормить родных. До арабской весны жизнь Наджиба была намного беззаботнее. Его жене Фатиме и ее четырехмесячному младенцу срочно нужна медицинская помощь. После покупки товаров первой необходимости у Наджиба ничего не остается ни на оплату школы для детей, ни на квартиру. Домовладелец его выселил, и вся семья оказалась на улице. Иногда в семье что-то перепадает от милосердных соседей. Но официальная помощь до нее не доходит из-за трудностей с согласованием доступа в родной город Наджиба. Семья Хасанов — лишь один пример на фоне тысяч перемещенных лиц, которые пытаются выжить в условиях кровопролитного конфликта. Они жаждут хоть какого-то подобия нормальной жизни, желают спокойно жить и работать как раньше. Репортаж подготовили Саде Кахмет и Мэри Феррейра для Организации Объединенных Наций.